мы сейчас попадаем в такую тему я так не ожидал что найдется человек такого уровня нет я не растерялся просто на предыдущем вебинаре мы с толком поговорить не успели ну что попробуем я надеюсь что вам это пригодится только потому что вот сейчас идет война люди убивают друг друга убивают тысячами десятками раз сотнями тыс убивают своих родственников кого там забрели кого тут забрели вот если вы стопроцентом люди знали что мир совсем другой чем представлять себе что им голову забили задурили что не было никакого этого самого подарили никакой перехода от этой мышки 70 миллионов лет назад вот такого размера два паланга вот такого которая вдруг стала человеком как я изгонялся над этим я посчитал по количеству этих годов я посчитал 100 триллионов клеток что эта мышка росла и должна была с чего ради должно было каждое поколение каждый год в среднем прирастать одним миллиардом клеток причем клеток специфических не просто вы понимаете что такое дарвин это когда вместо такой мышки через 70 лет получилась огромная мышь вот с такими зубами вот это дарвин смеетесь а теперь поехали я хочу чтобы это когда-то начали изучать в школах вот и чтобы дети выходили от этого нет не за знаниями а с таким образом господи а ведь это интересно а ведь это когда-то может я-то и открою эту тайну мы уже на пороге этой тайны посмотрите спасибо для меня очень интересная информация кто это написал а господин железо где его фамилия ладно господин железо так как называется эта группа волчков первая группа волчки из почек то есть вспоминаем я утверждаю что никаких жирующих волчков вертикальных нет и то что они выросли это сейчас поймете к чему нашелся человек которым мало показалось моих объяснений про ножом вертикальные год плодов нет два нет три нет на четвертый год глядишь появились плоды так как большинство супер специалистов так я в кавычках говорю столько лет не выращивали никогда они назвали их бесценное бесполезное ненужное жирущие и требует их отрезать таким образом было уничтожено миллионы деревьев потому что алчки эти росли на замену стареющей умирающей крови понимаете вот как представьте себя что у вас загнили какие-то пальцы это бывает на руках на ногах диабетчики знают это а теперь представим себе что вот здесь вот палец гнил а рядом вырезали целый а его доставили дальше вот это и есть то есть я пока вас ввожу таскать в телу итак первая группа волчки из почек три года два года год и все это покрывается плодами как надо а это сволочь неплодоносит ее назвали живущим хотя она выросла из клетки вот все которые мои объяснения пришлось из клетки пока слово клетка волшебная и вот он пишет вот на того улица медицине используют такое выражение выращенная из стволовых клеток может ли быть вы эти клетки имели ввиду тогда вторая группа будет волчки из стола клеток так ли так я об этом говорю вот узнаете пройдет 10-20-30 лет когда перед наука не наука а медицина перестанет зарабатывать вытягивать нас последние гроши ради того чтобы продлить там немножко жизнь да это не продлить вот они просто своими клетками взятые из пациента вырастет ему же и это запросто не запросто и печень и почку и сердце еще хотите так вот а почему я в этом уверен во первых этом направлении работа идет ствола клетки появилась понятие в отношении людей ну вот еще обезьян свиней вот этот круг свиньи обезьяны и люди так вот дальше читаем может быть в эти клетки вели ввиду да тогда вторая группа будет волчки из стволовых клеток так что ли да тогда конечно как отличить эту группу волчков а вот тут-то я уже и отвечал этот вопрос чего я начал серьезный разговор надо подготовиться серьезно и так справочник что такое стволовые клетки ребята отмечайтесь кто хочет только научиться от 212 вебинар не дифференцированные клетки имеющиеся у многих видов много трещиками не дифференцировать больше на том я расскажу что такое дифференцированные я уже не буду повторять не дифференцированные строя дальше справочник словами клетки вас способны сама обновляться а мы все время вы хозяйте чтобы каждые три года три года назад с кем я последний раз виделся сейчас это уже другой секции он полностью сам обновился и так образуя новой целой клетки делиться посетством метоза и будем пока про метод дифференцировать специализированные клетки то есть превращаться в клетки различных органов и тканей вот чего не учел дарвин понимаете и просто отделиться и это увеличится размер а превращаться различных органов тканей вот смотрим дальше пропускали опять пропускаю действительно и много чего не весна я пишу деревья у них возможно каждая клетка стволовая как отличаются клеточные волшки от почечных еще раз клеточные ну ладно цитирую сам себя тоже полноценно но начинает жить с нуля с нуля поняли там три года на ней появилась второй год первый год и это первый год до следующего-то на станет второй еще в этом станет третий и все это плодах вот к ним относится положительно на какой положительно выбираем все неполноценные ветки один идиот написал не знаю что все неполноценные ветки это плодовые ветки и вот таком мире девушкам живем и смотрите клеточные я буду расшифровать начинает жить с нуля плодоносит на 3 4 5 год и это будущее крона пробуждаешься когда существующие крона побеждать чем особенно вот не знаю об этом специалисты всего мира всего приговорили вертикальной ветки из нижней и средней части штаба на немедленное уничтожение я это когда у нас будет нормальная биология там скажут ребята вы знаете вот это вот гусеница вот это она превращается прекрасную бабочку вот если бы дарвин был бы прав то это гусеница отрастила бы себя крылья снаружи вот например захотела полетать об крылышками бяк-бяк-бяк-бяк-бяк а за не воробушек помните хочешь улететь от этого а убежать от моря быстро отрасти крылья крылья внутри снаружи перед нами яркий ярчайший пример метаморфоза это я для будущих школьников как они должны прийти к богу а придя к богу они перестанут убивать друг друга понимаете убийство величайший грех но один приказал остальные пошли потому что они же не проходили что бог так не простит вот что жительная вещь она смотря где жить и вот получается крылья изнутри это мы имеем что мы имеем генную инженерию вот тут кто-то на уровне бога постарался это сделать само получится внутри крылья даже случайно потому что вариантов триллионы короче длиннее вот она получается четко вот такая вот вот это другой пример здесь у меня росла груша груша была уничтожена вместо мало вот она переросла свое 25 лет до выше многовато может 30 посмотрите все эти ветки вертикальные все они из клеток я просто подвернулась хороший пример теперь с неба особенности летние обрезки груши убираем жировики когда как зачем и вот он умудрился не просто научить а это а убирать эти самые вертикальные ветки с груши а еще и в средине лета агротехника а потом меня познакомлю вас с какими старинными книгами она идет 19 века вот а о как учили может быть антибиотехнику заканчивал может он где-то краевуха слышал но засветиться надо надо 1600 просмотров сколько людей научил калечить ведь середине лета случается следующий сейчас покажу ну во первых надо отрезать эти самые ветки что растут вниз вы представьте себе все равно стану совмест даром что ученый всех возьмут сейчас и насчет отрезать эти ветки а эти режут но они режут зимой они не знают что придет ли то они покроются плодами для них просто не положено и все а вот это а вот ирина садовым саду мы здесь еще лучше вы умудрились и вырастить вот это дерево вот уже на пару это часть ее уже не диплома как называется диссертации а вот еще часть диссертации но и не удержался это вы знаете это уже было поздновато это же ранее овощи тоже черешня причем черешня брянская брянская розовая покрасить красиво-краснёво теперь она уже не розовая но факт то что доказательство того что даже в сибири такое возможно благодаря собственно говоря по двое тоже вот и вот холодная россия где короткое лето я пытаюсь доказать во первых что вот это и есть те самые случаи когда дерево из-за сильной обрезки в середине лета но здесь не обрезка здесь облом был и вот после облома она взяла и все это выпустила побег видите она пыталась засвести и в это время ударил мороз вот парень вот это ты должен знать хоть кто тебя учил ты тебя вот этому научил середине лета резать деревья сразу обрастают лучше даже осенью то удаляется почки на боксу зимой погибнуть садов нет а такой элементарщины никто почему-то не знает мне вот это удивляет но это мы еще не это мы еще к лету все и повернемся вот я просто хочу чтобы немножко было практики чтобы они вздумали в середине лета резать вы даже не догадываетесь вот еще одно дерево мне обломалось ну просто обломалось я такие случаи не упускаю тут же взяла и давать это плоти почка которую суждено было просто расти она давай тут же завязывать эти плодовые эти образования зимой замерзла тут же грушу показывают у груш вот такое строение а это же не случайно а нас это самое не зная об этом что ее задача чтобы штамп был сухой это главная главнейшая задача раз она вот оставьте его покой даже привитая груша посмотрите что творится и вот это не дает им покоя все вот эти вот тут ты нужна летняя обрезка в лучшем случае начнут все это вот так раздирать в разные стороны и тогда вода потечет по штамбу изгноить его а я вам показывал допустим не молодые двадцать двадцать пять лет или штамбы изувечены изувечены к ним нельзя близко воду подпускать для этого ей форма вот такая вот а потом придет время когда груша по настоящему заплодоносит он же с груши начал учить когда там лежит и вот тогда под урожаем раскрывается крона солнце хватает чего хватает но получив вот такой урожай дерево это вторая часть жизни она себя уже не жалеет она дала потомство плевать не этому дереву на нас и на меня в том числе что еще можно делать отрезать ветки что вниз смотрят зачем вот так и получается вот а еще вот этот это самый братья свадушка наши аленушки аспиратор брат да вот смотрите ведь заставить за отрезать эту ветку вертикально значит тату и и и вот мы подходим главным и так случилось чудо ученые умудрились взять научиться выращивать из клеток целое деревья наша задача чтобы из клетки росли волчки именно волчки как будущая крона когда-то зацветут на третий четвертый год когда-то станут основой новой кроны вот так же задача вот они неприкосновенны так а ученые не зная о том что они полезны и работали рядом что они придумали и так летать инженерия я отвечаю этому товарищу который мне вот тут письмо прислал а клеточные клетки это все таки стволовые или нет сейчас увидим что такое стволовые уже видели итак первое разделение клеток друг от друга и помещения питательства что такое разделение вы можете представить себе самый простой взяли молоток кусок ветки заметьте дикой ветки а потом даст корни эти самые то получится дичок культурная ветка можно вырастить целое дерево из клеток которые там в этой куске веток откуда морозостойкость а нам говорят оооо мы специально подбираем такое что вы не не каких этих свирусов ул это самое лучшее без признаков болезни а в чем болезни мороз убьет чертая матери самое здоровое но это другой вопрос и так раздолбали я по-простому вы же люди простые мне сказали что я металлург вот правда добавили чтоб не сумался и так раздолбали получилось пульпа помещение питательную среду и вот тысячи тысячи и тысячи уже разделенных друг от друга клеток берут и получается невероятнейшее чудо дают и крону и корни то есть оказывается внутри клетки находится целое дерево а при чем тут царь дарвин причем тут опарин всего этими самыми образования 1 1 клетки где грязная лужа и что там сразу это первая клетка грязная лужа в этом самом ведре уже целое дерево сидела идем дальше пункт 2 интенсивное размножение развития и возникновения картошка но это уже будет маленький садис я не буду вам показывать помещение другое среду про образование побега то есть уже садис получаешь пересадка нового подачи вот это и следующая инженерия она близка к нам но у нас вот эта часть вот это она сразу-то не выдаст эту самую сразу-то она не даст плоды на третий четвертый год у нас получается что там организм дерева из него выросла вот такая вот волчок а здесь он получился полностью чистом виде давайте разбираться дальше смотрите вот четыре года я отучился в сельско-украинской школе у меня была одна особенность редкая даже по тем временам вот первом классе я сидел на этом ряду а соседнем ряду был третий класс когда я закончил первый класс я уже все знал про третий на следующий год меня назвали учеником второго класса она соседней партии сидели четвероклассники и опять я встал узнал уже все четвертый класс ну доча сидишь уши не затмешь дальше пятый класс нас начали возить в очень крупный город Владимир Волынский настоящую школу там были микроскопы и вот я не знаю в пятом классе проходит нет биологии почему это было именно пятый класс шестой я уже был это самое в Кузбассе уже был в Кемельской области учился шестой а пятый Владимир Волынский вот Львовская это Волынская область и мне учительница показывает значит дает по луковице пленочку снимаю так под микроскоп все что я видел и запомнил на всю жизнь ядро так значит плазмы так и оболочка или как там чем все это заключено больше ничего видно не было но ученые не стояли на месте теперь смотрите 14 вещей находится в стволовой клетке видите так вот здесь же находится будущее дерево если само ядро является центром клетки где находится будущее дерево я сейчас эту тему пока продолжать не буду я хочу чтобы кому-то стало интересно и чтобы кто-то мне так задал вопрос как тот товарищ про стволовые клетки мы еще к этому идем и так паскулад железово микроклонирование растений для массового производства якобы здоровых саженцев к воду якобы здоровых величайшие заблуждения современной науки неоправданные траты ясно вот это вот нельзя а а дерево спрашивается если каждой клетки находятся внутри внутри каждой клетки находится зародыш будущего целого дерева то спрашивается зачем это было нужно это невозможно по мечу и поэтому а когда были опубликованы данные то есть вся эта теория чарльза дарвина господи это это был взрыв таким так хотелось убивать друг другу и тут оказывается вот она все бога отменили цели наши россии церкви взорвали тысячами расстреливали разговаривали монахов расстреливали на этих самых священнослужителей вот стреляли нельзя это должна была веру заменить если вера в бога тогда большевики не имели права стрелять ах нету бога ах это оказывается опиум для народа и начали убивать убивали не миллионами чтобы такое огромное число миллион нет не миллионами десятками миллионов а потом такое началось и до сих пор убиваем а попробуйте вы вот это вот когда первая клетка то появилась а каким-то образом еще начало делиться откуда у нее взялось ядро и откуда взялось вот это вот это вот внутри это не я придумал это клеточная инженерия только ее придумал не я кто-то на уровне бога само по себе из грязной лужи изделения молекул не все пусть даже там нас как вы говорили насыщенный суп вот там минералы соли все это естественно где-то когда ты вдруг раз случайно из миллионов представляете их там должно быть миллионы этих самых молекул из других редко получил совершенно случайно и вот то что вот это вот нам преподнесли это стало причиной убивать друг друга ненавидеть друг друга не бояться что за это платить придется вот не бояться этого идем дальше это чисто практическая ура давайте это деньги казенная правда платят мало выделять денег мало вот есть там целые эти под крышей их производят под крышей то какие они нахрен здоровые крышу уберите и все это сразу сдохнет жаль я не моя тема я поэтому не стал туда вникать показывает тысячи десятки тысяч этих клонов которые выросли из клетки вот им дальше вот отрицательный пример с колоннами растущихся клонов по двое отрицательный задурили обещали вот так теперь важное для мироздания но бесполезное для практики морозостойкость чтобы мы больше не занимались клонированием это когда палку отрыл образца корнями это часть вот этой схемы они могут вырастить вот это вот деревца знаете каким путем якобы это культурные а потом посадить его на подвой который из палки корнями оброс от этого проблем не убавится все прибавится значит вся эта тупиковая вещь поэтому я вынужден написать так важное для мироздания но бесполезное для практики вот все о чем выше говорил вывод только два родителя только два вспомните овечку долю а теперь смотрим сюда и так я хожу и у меня снимал свои фильмы видели это это слива слива венгерка так прекрасно слива помните выше плоды были 50 грамм вот такие они а подвой был маньчжурис вот он и вот этот подвой ему уже четыре года ни одного плода а я жду во первых я любопытный такой что я могу не могу умереть я чуть не сказал мротный вопрос наоборот я не имею права умереть пока я не вижу что что за плоды теперь здесь эти то плоды порозовели а эти что будет если по двое это допустим у меня не культурный как у чернобаева четвертый год плодов нету так что теперь допустим она для меня представляет ценность для любознательного я надеюсь что это векзативный гибрид и здесь получится какие-то определенные свойства плодов допустим плоды не изменятся а дальше случается какое чудо а я возьму вот эту вот эту вот эту ветку срежу и снова привью на этот самый по такому же принципу и вдруг вот тут то она и проявится а у меня такие случаи были вы же следите за мной уже кто 10 то 15 лет так нет а кто и 20 вот с этой точки зрения но нормально получается незаконное нужны мне плоды мне это принципе плоды все не нужны но мне нужно знать что за плоды раз и доказательство чего внимание это ветка вылезла из клетки ветка вылезла из клетки почему потому что она до сих пор не плодоносит у нее есть ювенальный период также как у любого саженца смотрим дальше вот обратите внимание на вот эту ветку видите знаете что это это корень когда дерево потеряла возможность питаться она что сделала выбросила корень вот это здесь почка нет не почка здесь клетка в данном случае не вершинка нам нужно вот как здесь не вершинка а корень мало вам сюда посмотрим сейчас вы увидите по порядку и так не плодоносящие ветки им уже три года три два вы скажете очень голуба россия вот же плоды а друзья вот она родная ветка вон она слева вот я все пытаюсь доказать что я не смотрю вот она и это на ней висят плоды висят а на этих висеть не будут еще два на них до сих пор нет этих я каждую обрезал каждую веточку они до сих пор нет ни одной цвета щепочки но стоит подождать дальше что будет внимание ну неужели нельзя разуть глаза это сплошные морозобоины вот это это мое старое дерево придет пора вот тут отрежу и у меня есть такой жалко я не найду фотографии у меня же есть такое дерево так знаете вот так вот ветки тут пень выше и вот так пошли ветки вот этот ярус и весь в плодах но это надо ходить мордой тыкать но ведь не приедут же эти самые вот даже не то что раньше там тенчанский должен был рисковать жизнью или прожевальский нашел лошадь брожевальского рисковал жизнью нанчин рисковал жизнью вот чехов рисковал жизнью приедет этот самый уголовникам на сахалин вот можно сказать так потому что сто лет назад какая было сообщение а сейчас но и господи сесть комфортный вагон приехать везу разобраться до конца подготовить доклад для расширенного заседания академии наук вот на всем готово вот оно все готово вот они раны вот отсюда и пошло спасение дерева нет это зараза все надо уничтожить не видя не понимаю ну а так как нас мало их много победа будет за вот он я сразу как я это упустил чем по это вот смотрите когда случается беда дерево может из почки вот она ой видите заговариваюсь по фрейду из клетки выпустит корень вот еще один пример видите из клетки выпустит корень вот это доказательство так не интересно неужели кому-то интересно вы все подключались дальше еще пример вот здесь на развилке самое старое опасное место у дерева дерево плодоносит из-за того что она как бы услуга пытается разломиться здесь натягивается для эти и сам и теряет проще из клетки из-за этого тут появляются типа морозобойные дерево тоже выбрасывает эти вот он вот он волчок ненавистный вот он видите на нем нет никаких еще этих попыток плодоносить еще два-три года тогда будут плоды пускай вот это умрет улету и к примеру много пожалуйста обломалась ветка ниже волчки пошли вот если бы не это страшно это страшные раны мы обязаны тем это моё дерево что здесь вечная тень там где тень там морозобойные вот уже ветка отсохла и отрезал отрезал давно когда еще толком не знал как надо правильно тот же выбросила этих вот они волчки как их ненавидят эти волчки поражаюсь ну это уже ладно можно без комментариев после этой страшной вещи когда из этой неумеренной обрезки и плюс пришла эпидемия с южных краев это все что осталось у нас может его и 20 сентября это все что на нашем рынке что было 20 лет назад какой был рынок куда все это деле вот все учили убивать а вот это мой друг пианист венсор на тебя помнят наш дорогой назовем его владимирович валерий владимирович так вот константинович говорит ну по 50 рублей как бы продать бы никто не едет никому не надо и не потому что нет действительно все вокруг погибло народом не сел настолько что они купят на землю не отложит погреб не наполнит все в таком состоянии что и есть по дешевке это хрен продаж портит вам и фильма здесь же все ромашка снимал роскошнейшие абрикосы помните и сливы и том числе и мои ведь они мне когда знаем вас константинович да вот же ваши ведь помните фильм никаких заслуги казачков никакой это сценария подъехал разговорил и стоят у меня кто-то купил ведро но это что обидно ведь не иди на этой там не было яда химиката ничего вот как россии деревья так и росли яблоки мелко роскошнейших сливы роскошнейшие вот абрикосы ну что ты будешь делать и вот все которые ну константинович это узнает там будешь проезжать там импровизированный рынок там напротив этого как это называется напротив напротив там где у них основные сады дальше массив в память без обе спрошли хоть там почем они позвонил ему шоу вот передаю телефон вы ему объяснили что он их там тоже так что же не покупает